Я вам скажу, что вот все, что вы хотите, вот все, все это значит все, можно сделать другим способом. Более того, получить от этих придурков на Западе Нобелевскую премию мира. Я все это могу изложить. Я знаю, что вы меня не послушаете. Но я сейчас это говорю для того, чтобы все, что вот я перечислил для русских, украинцев, Запада, было зафиксировано для истории. Может быть, прислушаются потом. Потом будет, конечно, уже достаточно поздно. Но здесь-то все плохо. Давайте наведем порядок здесь, вот в России. И давайте не будем убивать друг друга. У нас есть общие с украинцами, с французами, с немцами, с натовцами общие враги. Всего доброго. Предупреждаю, мои враги дорогие, вы здесь недалеко сидите. Ну, пока не сидите, но вы сидите недалеко здесь. Вот мы на Петровке, вы недалеко. Но вы поймите, даже я уже готов вам в чем-то помочь, потому что вы доведете до того, что всех, всем будет плохо. Потому что вы же сейчас выпускаете джинны из бутылки. И вы уверены, что у вас все под контролем. Это не так. Поймите, послушайте меня, историка. Это не так. У вас не под контролем. До такой степени, что вот вы мои враги, но я к вам обращаюсь и говорю, давайте мы разрулим ситуацию. Потому что будет очень плохо всем. Что у вас же боль, у вас же, у меня ничего нет, а у вас все есть. Вы же все это потеряете. Зачем? Давайте по уму. Ну, конечно, чего-то, кого-то придется, ну, не то что сдать, но вам не первый раз сдавать. В конце концов, это же так, чтобы ничего не сдавать, тоже не бывает. Я же по минимуму, а если не по уму, будет по максимуму, придется. И уже это будет не по плану. А пока мы еще можем, ну, как сказать, ну. Я не знаю, как с ними, на каком языке. Вот я много языков знаю, я не знаю, на какой. Что ты смеешься? Если они меня не послушают, всем полное. Другое дело, о чем я всегда говорил и говорю, пытаюсь в постах, вот в роликах, поскольку меня слушают и как бы враги, пытаюсь объяснить врагам. Вы довели ситуацию до того, что мы все в одной лодке. И вы так можете распалить, значит, чернь, что это будет полное, не скажу, придам их что. Поэтому я сейчас вам предлагаю, ну, как-то, вот вы очень самонадеянны, вы уверены, что все контролируете, вы безумно самонадеянны, вы просто так уверены. Ну, хорошо, ну, будьте, но хотя бы это как-то сочетайте с другими методами и действиями и не так распаляйте чернь. Послушайте меня, послушайте моей аналитики и советов, если хотите, я вам просто изложу на бумаге, потому что иначе может произойти катастрофа худшая, худшая, чем как бы вот думают те, кто мне задают вопросы, чем вы думаете. Худшая катастрофа, вот есть шанс этого, потому что вот Бунин и Окаянные дни – это про это в том числе. Я прошу, послушайте меня, послушайте моих тоже советов, как бы вам это было, вы невероятно, вот вы думаете, что все можете каблуками задавить, сапогами, все, вот. Ну, что вы можете? Вы можете там, ну, из-за интеллигенции, там, вот, свободных людей моего типа, ну, может, это что? То есть, что все – это не все, это вообще ничего, понимаете? Все, что вы можете задавить. Поэтому я никогда не ошибался в оценках. Послушайте меня, есть реальная опасность. Вы распаляете, вы выпускаете джины из бутылки катастрофического. Очень прошу, давайте я вам объясню, что не в эфире, вот, что лучше бы, как здесь пройти между разными харибдами, понимаете? Очень серьезная ситуация. Я вижу ее, как очень серьезную. Так, дальше. Нужно по уму, нужно разруливать. Я писал, я в самом начале, вот, февраль-марта я писал, сколько, постой, они у меня же все эти читают, то следят. Я говорю, дайте, ну, давайте по уму, давайте я постараюсь помочь разрулить, что всем плохо. Нет, они должны до точки. Нет, они, вот, понимаете, вот так. Так, ну, тоже, как заведенные машины. Каждый биологический организм, он, его действия детерминированы, к сожалению. Я это знаю. Ужас в том, что я все знаю. Я пытаюсь все равно, как бы, ну, сопротивляться этому, как бы, делать, что должен, будь, что будет. Ну, что я могу сделать один, да? У меня миллионная аудитория. Ну, это же, вы все молчите, вы все сидите, все молчите. Послушали, согласились, порадовались эстетскому разговору. И ничего. В этом проблема основная. Потому что дальше это не переходит в действие. Ну, что же я вот, я сказал, как надо. И что? Вот так вот, да. Поэтому, парни, парни, это в наших, в ваших силах землю от пожара уберечь. Я обращаюсь ко всем, к русским, к украинцам, к чекистам, к нашей недобитой, занюханной псевдоинтеллигенции. Обращаюсь столько лет, бессмысленно. Вы же видите, что я был прав. Я был прав 20 лет назад. Я был прав несколько месяцев назад. И лет 10 назад, когда там на вольнице призывали на митинги, я говорю, не надо подставлять людей, они ничего не дадут. Потому что чекисты уже захватили власть тогда. Они уже, у них все ресурсы есть. Надо было раньше действовать. А сейчас надо ждать до полного коллапса и обнищания. Я сказал это лет 12 назад, что теперь придется, вынуждены ждать до полного коллапса и обнищания. Мы пришли к коллапсу и постепенно движемся к обнищанию. Вот говорят, холодильник не смог победить. Холодильник победит. Просто пока еще они на западных всех штучках, на, так сказать, западных машинах, западные холодильники, западные машины. Это пока еще все работает. А потом все это, так сказать, эта база истощится и все будет как положено, как уже было в совке. Так что холодильник обязательно победит, просто не спешите. Понятно, что тяжело тянуть. Я сам не хочу, чтобы все это тянулось. Давайте я повторяю, но сейчас я уже не смогу разрулить, как бы я разрулил, там, допустим, несколько месяцев назад, там, и так далее, или еще 20 лет назад. Но на остаточном чем-то давайте я разрулю. Потому что сейчас всем плохо. Всем плохо абсолютно. Русским, украинцам, интеллигенции, чекистам, приличным, неприличным, западным. Все так или иначе мучаются. По уму. Вот это я повторяю много лет. Ну, когда услышат. Хотя бы элиты. Элиты у нас гнилые, трусливые, пустые. А элиты обязаны услышать. И они обязаны тоже участвовать. Они обязаны принимать решения. Элиты. Давайте договариваться. Давайте разруливать. Вот это слово, я повторяю, оно идеальное. Потому что это уже не переговоры. Это можно только именно разруливать. Ну, я могу помочь. Но вы же сами с усами. Давайте сами с усами дальше. Видите, как уже прекрасно. А будет еще лучше. Будет полный кошмар. Пока. Еще раз сейчас. Еще раз предложу. Еще раз озвучить то, что уже писал в постах. И в ролике. Специальный ролик меня оплеснят. Я предлагаю, ребята, со всех сторон и плохие, и как бы хорошие, и нападающие, и жертвы, и внутри этих, и быдло, и замечательные, и внутри жертв, и наоборот. Вот ко всем сторонам обращаюсь. Но видите, что это такой пат, цуцванг, что хотите, к любым терминам. Короче говоря. И гибнут, и просто все ухудшается. Ребята, дайте мне разрулить. Я это сделаю по уму. Я за все годы не ошибался ни в прогнозах, не ошибался ни в оценках. У меня колоссальный исторический опыт. Я владею формой истории, политики, искусства, режиссуры. Я сделаю лучше, чем кто бы то ни был другой. Идеального уже быть не может, благодаря тому, что вы наделали чудовищные ошибки, глобальные. Но просто моя система, я предлагаю условия лучше, чем все остальные. Дайте я разрулю. Я знаю, что вы не дадите, но я исторически вновь даю шанс. Пожалуйста, я предлагаю помочь. Всем сторонам предлагаю помочь. Ну, вот так. Так, дальше, Антош. Из тех врагов, которых приветствуют, отправил 3500. Так. Это что за формулировка? Это кто-то, он так написал, что он враг, или что? Ну, он пишет, как бы вот приветствую там друзьям-врагам. Видимо, он так решил пошутить. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Главное, что отправил. Я считаю, что даже те, которые вот и следаки, и следят, которым уже отчеты писать, я знаю, что они, если... Это, пожалуйста, я всем им рад уже. Все равно это наши люди, в конце концов. Доно, так сказать, они это сказать, понимаешь. Вот. Я даже им бы готов помочь, чтобы и другим было хорошо. Я хочу уже всем помочь, чтобы всех, так сказать, как бы к этому привести к счастью общему. Не хотят, не хотят. Вот. Или не сильно хотят. Кто-то даже из зависти, потому что даже если им будет лучше. Ну, как же это, если я разрулю, то есть он разрулит, да? Что же он такой станет вообще весь из себя прославленный? Нет, пусть им будет лучше нам хуже, чтобы только он не вышел еще вперед. Тоже так это. Вечный у соседа коровы сдохло, мелочи, а приятно. Веками. Это же то, что вросло уже. Так, да. Надо что-то придумать. Вы понимаете? Надо что-то придумать, чтобы мои поклонники жили. И жили хорошо. И ведь я знаю, как это сделать. Я столько раз, я прошу, те, кто дорвались до так называемой псевдовласти. Какая это власть? Власть – это у тех, кого любят, и кто имеет смысл. Ну, вы, ладно, сели в кресло. Те, кто в креслах, вы с двух сторон попали. И вы знаете, что вы попали. Дайте мне разрулить, чтобы и вас спасти. Ибо это тоже нужно. Ибо вы такое натворили. Чтобы и вас спасти с двух сторон. Вы думаете, только с одной? Инфо-цыгане кричат – нет. У того будущего тоже нет. Вы это учтите. У этого. Клоунессы. Дайте разрулить. Я знаю, как сделать, чтобы всем было хорошо. Чтобы каждый получил по куску пирога, руины, пиньи. Участки красивые. Участки там. Домик там, газон. Больная тема. Тяжело на эту тему говорить. Слушай, сейчас здесь красота. И птицы поют. А там люди дохнут. Ну, нельзя же так. Ну, нельзя. И перестаньте выслушать ублюдков, которые вам обещают, что дохнете и будет из-за этого хорошо. Нет. Не будет. Смерть – это нехорошо. Хорошо – это жизнь. Всё. Если бы меня послушали, если бы меня послушали, то ничего бы не было вообще. Ни наступления, ни контрнаступления. Ничего бы не было. Жена была меня слушать несколько лет назад, в течение этих лет. Потом две недели я обратился до начала этого кошмара Острой Фазы. Я предлагал много раз разрулить и сейчас тоже. Потому что если бы мне дали разрулить это всё, то люди не гибли бы. Это самое важное, чтобы люди не гибли. Не чтобы генералы с двух сторон получали бляшки. Чтобы люди не гибли. Вот что самое главное. Я, ребята, я всех люблю. Я умоляю обе стороны. Дайте мне разрулить. Ну, вот кукловода не дают разрулить. Потому что, видимо, им так вот этот вот весь ад нравится. Я бы давно всех спас. И правильный образ жизни, верный модус вивенди, если бы вы меня слушали, то всё было бы прекрасно у всех. Но не слушают. А спрашивают, когда. Вот когда это будет, это вы... Знаете, что будет? Это будет гора трупов. А эти бляшки будут получать. По-моему, парады. И так веками. Веками это безумие. Чао? С половиной тысяч. Лейтенант. Лейтенант. Так, ну хорошо. Но это как-то обычно... Как всё-таки... Я думаю, что следят повыше. Да, повыше. Да. Пишет он следующее. Лежу в окопе под Луганском. Свистят ракеты. Слушаем всем окопом. Как выжить? Это всё, да, заканчивается сообщение? Да. Да. И это самое... С какой... Ну, как сказать, с какой стороны? А это хороший вопрос. Он не уточняет. В общем-то и не важно. Да. Вы знаете, это... Как вам сказать? Но для меня, наверное, за долгие-долгие годы, за очень долгие годы, если вообще не за всю жизнь, это самая больная тема. Когда мои подклонники, подписчики с двух сторон бойни, линии соприкосновения, и они не должны гибнуть. Они не должны гибнуть. И что? Я ничего не могу сделать. Я могу только переживать, только посылать какой-то нежный привет, только кричать об этом в эфире, писать посты. Я это делал до начала всего. Вы знаете, за... Ну, я не говорю про то, что я об этом говорил 8 лет назад, 20 лет назад. Я уже не буду повторять, что я предупреждал об этом. Можете в 10 секунд открыть моё интервью 2014 года. Я говорил, что будет спецоперация. Это слово никто не знал. Я, вас уверяю, Путин этого слова ещё не придумал. А я сказал, что будет спецоперация. Вот. Я предупреждал, чтобы этого не было. Я говорил, что делать обеим сторонам. Обеим сторонам. За две недели я обратился к Путину. Ролик нескольких миллионов просмотров. Толка ноль. Ну, толка вот только может быть репрессий. И я раз в месяц знаю, что это почти бессмысленно. Я пишу пост. Знаю, что меня читают в Кремле, что меня читают в офисе Зеленского. Знаю, что читают следаки, чекисты. Я пишу пост. Ребята, дайте мне всё разрулить, чтобы люди не гибли. Дайте мне разрулить. Этот термин я как придумал, сразу, поначалу всего, да. Я так его не поменял, потому что он самый точный, правильный. Потому как в данной ситуации классические дипломатические переговоры, которые нам известны из учебников, они по всей вероятности невозможны в силу дикой ненависти. и запутанности ситуации. Поэтому здесь возможно только разрулить. И то это, вы знаете, это должно быть только в том жанре, в котором существую я. И меня вы все знаете. Кто-то меня любит, кто-то ненавидит. Но так или иначе, все доверяют. В каком смысле? Они меня знают. Знают. Вот каждый час моей жизни, он известен от начала. И я знаю как, я способен, я абсолютно точно представляю всю дорожную карту, всю риторику, все действия свои по тому, как разруливать ситуацию. Но вы прекрасно понимаете, что любые военные действия – это колоссальные деньги, коррупции, воровство. И кому-то это выгодно. Кому выгодно, по всем сторонам, вы знаете, прекрасно. Плюс амбиции. Один не можешь отступить, другой, значит, любит, уже полюбил пиариться и так далее. Амбиции колоссальные. И если кричат, ну хорошо, ну вот, там нашему, ну я что, он не мой, я 20 лет с ним борюсь, но 70 лет. Это не переубеждаемо. Это, ну, как сказать, вам любой ученый, кто занимается мозгом, психикой скажет, что это непереубеждаемо. Но он хорошо, он плохой. Это давно, это не обсуждаемо. Это я первый сказал, что плохой, что опасный. Вот, хорошо, ладно, плохой. Но у вас есть как бы вот хороший. Вот у вас есть Зеленский, которого называют, что он хороший. Вот, ему лет 45, 45, по-моему, 46. Значит, он, по идее, еще должен быть в том состоянии, когда можно убеждать, переубеждать и так далее. Но вы видите тоже ситуацию. И, конечно, он также меня не послушает в этой ситуации. Может, позже я не думаю. Вот, но я сейчас переживаю, думаю, и сейчас, и все это время только об одном. Все остальное – это фальшь, это чушь, это, я вам говорю, как историк, как профессионал. Все остальное – чушь. Главное – это жизнь людей. Причем, скажу честно, я не буду врать. Для меня главное, в первую очередь, это жизнь хороших людей, которые умные, добрые, мыслящие, оригинальные, которые мои подписчики, поклонники или просто подписчики, которые попали вот в эту засаду с двух сторон. С двух сторон, я повторяю. И там и там кромешный ад в каждой своей конкретной, так сказать, степени и положении. И что еще можно сделать? Вот кроме того, что я обращаюсь, у меня слушают сотни тысяч людей, и в данной ситуации главное, что точно совершенно знают, что я скажу, что я сказал и там, и там в офисах, да, и ничего не происходит, потому что им плевать. Потому что они думают только о себе, о своих амбициях, о своем, так сказать, у кого-то уже выживании, у кого-то, так сказать, огромных амбициях. Вот, деньги капают, время идет, а люди мрут. Многие обмануты, многие безвыходные ситуации. Да, бывает такое, потому что там всякая гопота бегла, говорит, что нет, значит, все, ничего. Очень сложно, очень сложно людям слабым, людям, особенно в провинции, так сказать, бороться с системой. Очень сложно. Я тоже всегда говорю, вот как я, давайте, характер, так сказать, жест и так далее. Ну, это я сказал, но я прекрасно понимаю, что это надо иметь, этот характер и этот жест, чтобы бороться. Поэтому, вот, не знаю, с какой стороны окопа вы лежите, но если вы мне написали, значит, вы мне дороги, близки, и я лично за вас, не за всех, там, других, а за вас переживаю. Потому что есть, всегда в обществе есть негодяи, мрази, подонки, просто по жизни подонки, которые, оказываясь как бы на стороне жертвы, или потом на стороне добра, они из себя изображают часть коллектива чего-то хорошего, там, и тогда, являясь, по сути, своей подонками. А нация – это не профессия, нация – это не поступок, а определяет все именно поступок самого человека, его образ жизни, его жизнь личная. и не нация, ни в коем случае. Ну вот, поэтому, что мы можем сделать? Я говорю, что я готов помочь, хоть в эту секунду, спасти людей. Вы можете только, обращаясь, с какой стороны окопа вы лежите, прямо можете обращаться, на самый верх, говорит, пусть, вот, пусть Евгений вмешается, дайте ему, просто позвольте ему все разрулить, дайте ему помочь. Он может, мы верим, все, вот это максимум, это правильно, но это максимум, что мы можем сейчас. Пока ничего не дорого. Потому что это ситуация тупиковая, это ситуация патовая, цуцванговая, это ситуация ошибочная, с которой привели ошибки, недоделки, недоумки, не до... Понимаете, ну, хорошо, там, допустим, ладно, есть хищник, но это всегда есть, это вообще норма, любой политик, любой страны должен понимать, что у соседей есть оппоненты, конкуренты, хищники, да, зная это, надо, соответственно, действовать. А если не понимать, и сначала провоцировать, потом не приупредить, потом закрывать глаза, потом ошибаться, а потом требовать клянчь помощи, но это, значит, это как называется? Значит, разделить, разделить вину за происходящее, это так, это просто по факту так. Дальше, Антон, дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!